Костанайским животноводам стало невыгодно экспортировать мясо в Российскую Федерацию. Причина в низкой цене на продукцию, сложившуюся на рынке соседней страны. Ввести скот в Россию и продать его живым весом тоже не получится. Со стороны соседей действует запрет. Наш собственный корреспондент в Костанайской области Айжан Утевова сейчас на прямой связи со студией расскажет о настроениях переработчиков производителей мяса. Айжан, скажи, как чувствуют себя животноводы после отмены Минсельхозом запрета на экспорт скота? Здравствуйте, студия. Пока трудно сказать. Запрет на экспорт скота, введенный Минсельхозом в 2019 году, отменили лишь в ноябре 2020. Сейчас вывоз животных и мяса официально разрешен. Но предприятия пока осторожны в своих прогнозах относительно экспорта. Запрет на вывоз скота больше всего ударил по племенным репродукторам, специализирующимся на производстве элитного мраморного мяса. К примеру, репродуктор Карабалыкского района в 2019 году продавал за границу 10 тысяч голов КРС. Покупали скот у предприятия такие страны, как Узбекистан, Россия и Китай. При труде, которую мы закладываем в производство нашей говядины, премиум-куасса, мы считаем, что должна быть адекватная цена на производство. Но на нашем внутреннем рынке мы не можем добиться той цены, которую хотим. Именно высокая цена стимулирует желание животноводов торговать за границу. И со снятием запрета, казалось бы, производители должны свободно вздохнуть. Однако в Россию большинство из них будет заказан. Соседи вели запрет на ввоз живого скота импортировать в страну. Можно только мясо, отделенное от костей. В России сейчас даже в данное время, например, вывозить или мясом продавать невыгодно, потому что там цена, килограмм мяса, 220 рублей. Если переводим на наши тенге, это где-то будет 1260-1280, наверное, тенге вот так где-то будет, наверное. А у нас средняя цена по республике 1700. Экспортировать скот в тот же Узбекистан пока тоже дело не из простых. Сказалось, влияние пандемии и перевозить грузы через границу достаточно проблематично. По мнению чиновников от сельского хозяйства, продать скот можно выгодно и на территории Казахстана. Развитие мясного скотоводства за последние 2-3 года, наверное, сильно поддерживает, я так думаю. У нас сдаются 200 тенге, если фермер сдают на откормочную площадку, 200 тенге за килограмм живого веса. Это живой вес, я вам сразу говорю. И 200 тенге сдают за сдачу мясокомбината, убойный пункт тоже. Пандемия сильно сказалась на надеждах Минсельхоза относительно экспорта мяса. В этом году Кустанайской области не ставится план по продаже этой продукции за границу. Регион вывез в 2020 году чуть больше 350 тонн мяса, тогда как в 2019 этот показатель был почти в 5 раз больше. Студия у меня на этом все, передаю вам слово. Спасибо, Айжан. Субтитры сделал DimaTorzok